О нелегкой судьбе Ванечки мы уже рассказываем не первый раз. На долю этого ребенка выпали самые тяжкие испытания. И не каждый взрослый человек может их перенести. А малыш стойко говорит по-мужски, ничего, я все выдержу. И это так, он все переносит без слез. Операции, реабилитирующие процедуры, болезненные уколы и массажи. Сколько их было, уже никто не подсчитывает. Мысли лишь одни, только бы помогло. Несомненно, помогает. За семь лет жизни изменения налицо. А главное, пророчества врачей о жизни растений не сбылись. Ваня растет, разговаривает, поет, читает и считает, встречает гостей. Друзьям, общению с ними он несказанно рад. А друзей становится все больше. Ведь пообщавшись с малышом и его семьей один раз, хочется приезжать к ним чаще. Игорь Стукалов, руководитель клуба любителей ретроавтомобилей, а там знает это точно. Он частый гость в доме Дубогреев. В преддверии праздника Рождества, Нового года, и хотелось бы, конечно, делать добро и вот этим замечательным детям. Это цветы, дети это цветы. А мы, пчелки, которые должны работать, делать доброе дело и, соответственно, добро, от добра больше пользы, чем от зла. Поэтому надо стараться в канун таких праздников делать такую радость. В том числе спасибо всем, кто нам помог, кто помогает. И я надеюсь, что это не последний ребенок наш. Поэтому Ваню мы очень сильно полюбили. И он нас полюбил. К нему хочется ехать, да. В этот раз в гости к Ванюше приехали сотрудники общества с ограниченной ответственностью Лагунова во главе с директором, депутатом городского совета Натальей Ильницкой. Первый раз услышав о Ванечке, о его судьбе, она задала лишь один вопрос, где живет и когда поедем в гости. Собирались недолго и правильно говорят. Под Рождество и Новый год чудеса обязательно случаются. Исполнилась и Ванина. Большущая машинка. На дистанционном управлении от ней еще несколько поменьше. Одежда, фрукты, живая елка и конфеты. Подарков много. Все от шумной компании во главе с Натальей Ильницкой. Низкий поклон за помощь. Безусловно, без нее мы не могли бы лечиться, проживать. То есть Ванечке это очень большая помощь. Поэтому у меня очень много эмоций. Я очень рада таким поступкам. Ящик, апельсин, мандарин, грехфруктов, гранат, море одежды, живой елки с игрушками, которую вообще нельзя было ожидать. Ну что, ну нет слов. Такой праздник бывает редко. От общения с Ванечкой становится тепло и на душе спокойно. Это ощущают все, кто с ним хотя бы один раз пообщался. А таковых немало. Приятно то, что внимания к судьбе Вани Дубогрея стало больше. А это значит, что в душе у людей есть понимание и милосердие, доброта. А добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится. Доброте руководитель лагуны, по ее же словам, тоже учится от тех людей, которым помогает. Эта семья, конечно, заслуживает очень большого уважения. И, имея своих детей, взять ребенка с приюта и такого ребенка больного, это, конечно, очень... Им только надо помогать. Помогать и помогать им нелегко. Ну вот, мы очень рады. Я лично очень рада, что познакомилась с Ванечкой. Очень хороший мальчик, очень доброжелательный. И, конечно, мы будем приезжать и помогать. Вы берете их под свой патронаж? Да. Веселые хороводы вокруг пушистой красавицы, песни в исполнении Ванечки и Марины Житиневой, обкатывание автомобилей – все не оторвало гостей от главного. Ваня нуждается в помощи. Что для этого необходимо? Чем сможем – поможем. А нужно еще многое. Для того, чтобы поставить малыша на ножки, нужны и операции, и специальные аппараты. Мы продолжаем каждые три месяца лечиться в Киеве. Для этого нам надо 800 долларов. Туда входит лечение само 200, но проживание, проезд и питание обходится очень дорого в Киеве. Поэтому ежеквартально мы ездим в Киев. Раз в год бываем в Туле на подрезание мышц. Сейчас Ване необходимо, так как у него идет перехлест ножек, перекрещивание. И была проведена операция вывих бедра, чтобы это не повторилось. И ослабить нам в Туле врач, ортопед, не посоветовал, а рекомендовал приобрести швейцарское разводящее устройство. На сегодняшний день у меня даже есть документы, мы уже списались с людьми, которые готовы их выслать. Они 950 евро. Где-то 1700 евро – это ходуны. Ходуны, которые специально приспособлены для детей ДЦП, где он более уверенный, что он не упадет и что он будет передвигаться. А в этих детях самая проблема – это надо двигаться. Кстати, о чудесах. Услышав слова мамы Ванечки, изучив документы, Наталья Ильницкая сказала лишь одно – поможем. Мы обязательно его оплотим. Для того, чтобы Ванечка был здоров и ходил, ему здоровье, здоровье и только здоровье. Пока меня переполняют эмоции, ничего не могу сказать. Я просто очень хочу, чтобы он был здоров, пожелать ему здоровья в Новом году. И я просто хочу, как вы, чтобы стать его другом, чтобы он нас приглашал всех, вот такой вот компанией, может даже шире. Правда? Чтобы столько было у тебя гостей, чтобы эта комната не вмещала. Правда? И ты с нами разговаривал, читал нам стихи в следующий раз, когда мы придем на праздник. Чудеса случаются и не только под Новый год и Рождество. Если есть люди, готовые прийти на помощь, люди, которые имеют силы для оказания милосердия другим, таковы и есть. А значит, есть и надежда, что наш герой Ванечка в скором времени сам придет в гости к своим друзьям и скажет им великое спасибо. Спасибо вам за подарки. Спасибо вам за всегда.